Привет, друзья! Что-то мы с вами давно не расхламлялись. Я тут поразбирала свои творческие хомячьи запасы и подумала, что есть у меня несколько вещей из творчества, что мне уже вряд ли пригодится, поскольку я этим много лет не занимаюсь. И я кое-что вам покажу. Ну, кое-что можно будет посмотреть более подробно в моей группе ВКонтакте. Значит, начнем. Продается. Все это продается, поскольку я это покупала на протяжении многих лет. Это моя, как бы, такая коллекция. И просто отдавать ее даром, это несерьезно. Потому что она довольно большая и довольно объемная. В общем, две вот такие досочки для купажа я брала в Эзмайлово. Они не покрыты лаком, они из фанеры, около 7 или 8 миллиметров толщины. Они небольшие. То есть, вот моя рука и вот доска, доска, досочка. Вот, то есть, их две штуки. Дальше. Очень большой объем всяких декупажных салфеток. Итак, друзья, давайте же я покажу вам эти салфетки чуть покрупнее. На самом деле, более детально вы сможете посмотреть их в моей группе ВКонтакте. И, собственно, там их заказать. Я сейчас просто покажу то, что я, так сказать, размусориваю в первом этапе. Чуть позже появится еще несколько салфеток. Ну, несколько, достаточно много. Поэтому я решила частями их размусоривать. Сейчас идет та часть, которая мне наименее дорога. Поэтому поехали. Круглые салфетки с цыпленком, с цветочками, с розочками. И здесь еще, не знаю, будет ли видно, здесь еще как будто бы текст фоном написан. Как такое письмо. Очень красивые, нежные. Вот такая вот, как новогодняя. Эти салфетки небольшого размера. Сейчас не смогу вам точно сказать, но около 22 сантиметров. 22 на 22 примерно, точно не скажу. Точные размеры есть все в группе ВКонтакте. С тюльпанчиками. Кстати говоря, в основном все салфетки в единственном экземпляре. Некоторые есть в небольшом количестве. Но в основном по одной штуке. Вот такое красивенькое прям полотно цветочное. Вот такая с фруктами. Она чуть побольше, где-то 25, наверное, сантиметров. И уже большие, здесь я тоже точно не скажу, 32 или 35 сантиметров. Значит, такое вот красное вино. Вот такие цветочки в горшочке. Цветочки в горшочке. Подсолнухи. Есть салфетки тоненькие, то есть уже без нижних слоев. Такая розовая. Это салфетки, которые я заказывала из других городов. Когда я еще увлекалась этим всем с миньонами. И состояла на сайте Декупажников. Вот, кстати, тоненькая. Видите, она просвечивается. Это я заказывала по почте из других городов. Мы с девчонками менялись. Вот, в общем, с такими детскими зверушками. Новогодняя. Так, она тоже тоненькая. Как бы не порвалась. Так, вот такая вот тоже детская. Немножко в пасхальном стиле, что ли. Вот такие медведи. Белые или даже желтые розы. Очень красивые. Но как-то я так и не поняла для себя, куда их применить. Они довольно крупные. Белые медведи. Вот такие еще подсолнухи крупные. Тоже она без нижних слоев. Прозрачная, потому что заказывала по почте. Вот такая вот с морской тенуатикой. Она мне безумно нравится из-за вот этих полей. Но, честно, понятия не имею, куда ее применить. Уже столько лет не занимаюсь докупажем. Зайчики. Или даже нет, это не зайчики. Это белочка. Нет, или зайчик все-таки. Похоже, что зайчик. Вот, в общем, зайчик с такими вот ромашками и колокольчиками. Очень симпатичные. Но, правда, не знаю, куда это все деть. Вот такие вот цветочки. Тоже прозрачные. Без нижнего слоя. Вот такие милые кошечки. Яркие такие пионы или даже не знаю, что это. Цветы очень классные, красивые. Орхидеи или нарциссы. Наверное, орхидеи все-таки. На нежном кремовом фоне такие белые цветы. Но очень красиво смотрится, если использовать такой же нейтральный фон. Например, в работе. Вот такая вот африка. С жирафом. Пейзажик такой. Тоже как бы я брала из-за орнамента по периметру. Но, видите, в жизни не пригодилась. Так ничего и не сделала. А вот эта тоже понравилась как раз из-за листьев. Честно говоря, она была всего одна в магазине. И мне ее немного жалко отдавать. Потому что у меня были на нее большие планы. Но пока она в продаже, по-моему, есть у меня. Такие нарциссы яркие. Вот такие вот. Такая вот, как натюрморт. Очень красивый. Мне кажется, может быть, для разделочной доски подойдет. Но вот, да, я не воспользовалась. Вот такой вот тоже натюрморт. Опять с красным вином. Но там, если помните, другой был. Тоже это я по почте заказывала. Поэтому она тоненькая. Вишня. Тоже очень красивая. Ну, да, не решила я, куда их применить. Вот такая вот сакура. Фоном. Тоже довольно интересная. Розовый с голубым. А вот и белочки. Давайте поверну. Вот они. Довольно интересные тоже сюжеты. Веселые. Вот такой тоже тематика винная. Такой прованс. Так. Вот такое вот белое вино. Тоже я брала из-за листиков. Но как-то вот не сложилась судьба наша с этими салфетками. Вот такая салфетка а-ля фотографии в стиле ретро. Так. И на сегодня одна из последних. Вот такой вот рисунок. Тоже мне безумно понравился. Но как-то не сложилось. Также хочу показать. Есть салфетки, которые уже начаты. Либо просто что-то из них вырезан. Какой-то кусочек. Эти салфетки предполагаются. Ну я так думаю. Как бонус. То есть если вам что-то из них понравилось. Напишите в группе. И к любому заказу я приложу их абсолютно бесплатно. Собственно. Ну давайте посмотрим. Покажу покрупнее. Тут кофе. Здесь единственная проблема этой салфетки. Салфетки что она разрезана. Но из нее ничего не вырезалось. То есть она фактически целая. Единственное что просто разрезана в одном месте. Вот такой вы ее уже видели. Здесь один эпизод. Вырезан. Есть вот такая вот тоже с морской тематикой. Здесь сверху она прозрачная. Сверху был еще такой орнамент. Который я отрезала собственно. Но сама салфетка очень красивая. Очень такие яркие морские элементы на ней. Очень красиво смотрится. Но не судьба. Дальше идут вот такие вот котики. Как вы видите одного котика я использовала. Вот такая была салфетка. Здесь по краям были вот эти вот красные цветы с этой стороны. А в центре вот этот орнамент. Я вырезала именно орнамент. И по-моему один цветок. И один еще где-то отдельно лежит у меня. Так что тоже очень довольно таки яркий, красивый. Так. Вот такая вот салфетка пасхальная. Она тоже здесь повторялась сверху таким же элементом. Собственно половину я израсходовала. Половина вот осталась. Дальше у меня идет вот такая вот яркая розовая. Здесь я буквально отрезала наверное сантиметра 3. И все. Салфетка мне оказалась не очень-то нужна. Дальше. Дальше вот такая вот салфетка с курочками. Как вы видите я здесь вырезала желтых цыплят. И собственно все. На этом все кончилось. Так. Следующая у меня вот такая вот мышиная. Опять же кто помнит, видели у меня в творческих работах сырная шкатулка. Вот это этот эпизод. Собственно на этом и все кончилось. Вот. Так вот. Дальше. Вот эти салфетки, они вообще совсем тоненькие. Белые. С белым фоном. Здесь кружка кофе и зернышки. Вообще их было много, но осталось по-моему всего несколько штук. Или даже только вот это. Вот. Я пока точно не могу сказать, потому что еще не все, не все размусориваю, только половину. вот такая. Следующая вот такая кофе. Здесь использовала половину. Половина точно так же повторялась. И последняя у меня вот такие вот зайчики. Это, по-моему, у меня и была именно в таком формате, то есть только кусочек. Вот такие зайки. Так что вот так вот. Надеюсь, было интересно. Кому, если что-то понравилось и вы хотите себе такую салфетку, проходите по ссылке под видео. Там можно посмотреть полностью, рассмотреть поближе все салфетки, которые я сейчас показала, прицениться и заказать посредством комментария или личного сообщения. Также, кто не в курсе, я уезжаю на два месяца, поэтому все сообщения будут прочитаны мною только в сентябре. И, опять же, кто пропустил, салфетки, которые вот такие вот, из остатков, которые были с вырезанными элементами, к любому заказу прилагаются бесплатно, если вы об этом мне скажете, что вам что-то понравилось. Вот так вот. Так что вот так. Надеюсь, с вами размусориваемся творчески. Надеюсь, что мои салфетки обретут творческих и талантливых хозяев. И подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте пальчик вверх, если понравилось видео. И увидимся в следующих видео не только с размусориванием, но и в других. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok